Виталика, ты помнишь, Леся, Надежда и Николай. Я уже раз в десять это сказала. Привет, Крис. Я рада тебя видеть здесь. Я благодарю тебя, что ты пришел на это интервью. Нестандартное, необычное. И я перед интервью раз в три, наверное, переоделась, думала, как мне выглядеть. Но все-таки для меня это было важно. Поддержи меня, пожалуйста, как обычно ты это делаешь. Ты самая хорошая, ты знаешь. Первое, я буду сказать. Морусский не очень хорошо. Я стараюсь. Из-за того, что вы понимаете, это как разговор. Как всегда. Не смотри внимания на камеру, не смотри внимания никому. Это разговор, как мы начинались, когда я начинался. Сейчас ты смотри, ну, одиннадцать лет я тоже самое так начинал. Когда я играл, хотел играть в футбол. Такой. Каждый день хотел тренировка, каждый день хотел играть. Все время били мяч, даже на школу. Потом. Все время. Я смотрю вон и потом мой маленький копия. И так начинаем. Начинается мечта. Что я хочу, я буду. Никто не будет сказать мне, нет. Даже мой отец. Моя мама будет сказать мне, нельзя. Я буду сказать, я хочу. И я буду делать. Ты сама знаешь, что мой папа делал работу на армии. Моя мама тоже сама карактер сильный. И они не хотели, что я играть в футбол начало. Ты сама знаешь, я уже тебе говорила сколько раз. Но у моего детства хотелось то, что я тоже был красивым. Работа как на армии, одеваться в еле, красиво. Картажа в карьере. Да, то же самое. Но у меня головой только был мяч. Мяч, мяч, мяч. Даже в школе у меня вообще не внимание. Это неправильно. Но я учил всегда. Учил все, что мог. Но футбол у меня всегда самое главное. Как начинается? Начинается то, как маленький спорт, который меня сделал честным. Играй в футбол, играй в футбол. Хотел выиграть. Всегда хотел выиграть. Даже мой родитель, как ссорится со мной, играл с моим братом. Сколько раз я не помню. Но я только хотел выиграть. Выиграл, выиграл. Это моя голова всегда. На все. Как жить, как спорт, как работа, как выиграл деньгами. На поле, на школе всегда самый лучший. Я должен жить. Всегда должны быть самый лучший. На Магаловой всегда были, что я лучший. Все. Ни сранится ни правая, ни левая, ни большой. Я был всегда самый маленький. Мне все равно. И начинаю играть в футбол. Девять, десять лет. И мы, дети, на армии работали. Город туда, город сюда. Меняли, меняли, меняли. И адаптировали. Как ты, то же самое. Ты адаптировали на все место. А потом Казан. Потом Москву. Потом Питер. А сейчас вообще. Ростов ты не хотела, но... Любила. Да, но ты не жила. Такое, то же самое. Жить такое, что ты должны адаптировать на все. Типа знаком с одной мужчиной с другой стороны мира. Я тоже самое. Да. Я адаптировал на это. У меня не было никаких проблем. Но потом мы строжили начинается. Который я буду сказать все это потом. Но в первый раз говорю папа в футболе. Да. Что... У меня в Одессе отказался. Мне сказали, что я не хочу, чтобы играть в футболе. В каком возрасте? В 15 лет. В 15 лет. Да, потому что мой папа поменяли, поменяли, поменяли. Я сказал, молодец. Папа, смотри, у меня в 15 лет. Если тебе будет меня и другой город, в другой мире, мне все равно. Я остаюсь здесь. Даже я буду жить один. Я буду работать. Маленькими деньгами. Буду арендовать апартаменты в Израиле. Но я буду играть в футболе. Он сказал мне, что это год. Я буду работать в Университете. Но потом я не знаю. Я все равно. Я буду работать в Университете. И начинал тренировку. Начинал играть. Начинал играть с командой и командой Мелек. И закончил школу. Начинал с университетом. А Мадис сказал. Иди учить. Я не буду учить. Я сейчас играл в футболе. Но раньше не было такой деньгами. Не было такой дума. Но футболист это. И звезда это. Ох. И смотрю на футболиста. Если хоть автограф. Если хоть такой. Оранж. Оранжи не было. Оранжи ты думаешь. Эквадор. Как Брусамерика. Который нету деньги. Который нету. Который нету. Который нету. Который лентей. Ты знаешь. Человек который лентей. Который ничего нету. Как грязный. Как на улице. Такой человек. Молодец. Конечно. Он не хотел это. Все кто виделся. Я люблю это папа. Ты должен слушать меня. И сказал мне. Давай с ним. Я буду. Поддержка тебе. И один год я не учил в университете. Но ты попросил папа. Да. Я разговариваю с ним. Я тоже самое как разговариваю с Которой Лука. Все время я сказал. Я ваш друг. Я нету своего детства. Я твой друг. Если ты хочешь сделать так. Я буду всегда. Тебе помогу. Все что возможно. Все что ты хочешь сделать. Все твое мечта. Я на твое место буду. Всегда. Всегда. Я никогда буду сказать тебе. Не делай так. Не делай так. Всегда буду тебя разговаривать. Как. Смотри. Я сделал это. Аккуратно это. Аккуратно это. Но ты сам выбирай. Если ты упал. Я сам иду. И тебе буду. Еще раз давать. Еще раз будешь. Еще раз. Потому что так одеться надо. Мне должны сказать. Не делай так. И я буду слой. Я не буду для тебя. Не сам. Но нет. Всегда надо поддержка. И молодец. Сначала был тяжелый. Университет научить. Вот это. Один год я не буду. Потом. Ты попросил его время. Простил его время. Да. Один год. Ты просил его время. Один год. Чтобы доказать. Что ты сможешь быть темным победителем. Да. Но думаю что у меня нет такой деньгами. Которые сейчас есть. На это время молодец. И делай специальность. Только что. Я буду учить на университете. Самым. Последние деньги которые он был. Я сказал Павел. Один год сохраним. Не трогай. Если ты не учишь. Я буду делать. Мы живем на одном апартаменте. Самом. Такой маленький. И нету как. Смотри. Были кухня. Сала. Комната молодец. И в следующей комнате не было ничего. Просто пустой. И мы жили на одной комнате. И моя комната сказала. Если ты не мог учить. Я буду сделать вашу комнату. Как мой? Мебель, да? Нет. Все было как ремонт. Без ничего. То есть одна комната была готова. А остальные комнаты были даже. Да. Без ничего. Без ничего. Даже не было ничего. Это еще был первый ваш дом. Да. Не было ничего. Это лучше делать так. И я потом сделал. Я сам сказал так. И один год я не учил. Я только играл в футбол. Тренировка. 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 И после года. Я тогда начинал уже учил. Ты уже год и не играешь. Тогда я учил. Марк. И я играл 22 марта. Первый играл как профессиональный. Я учил неделю. Я учил неделю. Университет. Нижел. И когда я играл, я сказал все. У тебя получилось. У тебя получилось. Получил такой. И начинал играть с АМЛЕК. После этого. Ты знаешь. Моя мечта всегда был. Играть как профессиональный. Я никогда думал. Я буду играть 15 лет в России. Я никогда думал. Я буду играть с АМЛЕК. Сколько игр я буду. Сегодня. Последний год. Который я играл. Два дня назад. Против ССК. 300 игр. 300 матч. Матч. 300 матч. Никогда думали за это. Никогда. Я только хотел быть профессионалом. Один игре. И показали, что я смог. Это мой фильм. Для кого? Для всех. Потому что никто не верил меня. Все сказали, что я маленький. Я худенький. Ты хороший футболист. Ты плохой футболист. Потому что когда ты учишь. Когда ты начинаешь. У тебя есть. Ты смотришь. Ты смотришь. Приедешь на первой командой. 15 лет. Потому что первый раз. На такой командой. Который. Ты можешь играть в Сочи. Маленький командой. Доми с Леониду Сенит. Или ССК. Или Спартак. Такой командой. Который. Первый большой. Второй. Они уже друзья. Друг друга. Что они не знают друг друга. Что они как. Эй. Никто не будет здесь. Убран в наше место. То есть ты приедешь здесь. Как новый. Хочешь тоже свои места. И они тоже свои места есть. Нет. Нет только твоего. Всех хочет. Все поддерживает. Все друг друга ссорятся. И не только. Приедет мяч. И тревер три атака. Не сидит. Нет так. У меня есть все. Когда 15 лет. У меня здесь открывали. Здесь открывали. Здесь открывали. Здесь открывали. И много. Но поэтому. Ты должен ссориться на свое место. Ты должен показать. Это твое. Это твое. Если ты не. Если тебя съет. Будет легко. Потом. Когда ты выиграл. Ты не знаешь. Что. Ты опустишь руку быстро. И рука опускает. Быстро. Потому что тебя были так легко. Что. Не оценишь. Да. Слушай. Но этот год был такой. Достаточно важный для тебя. Вот. Ты как родитель сегодня. Да. Ты много рассказывал. Что ты решишь. С нашими действиями. Сделать. И поступить так. Как они хотят. Я в первом интервью об этом говорила. Что. Что. Так как мы с тобой уже в разводе. Не вместе. И будет вариант. Что. Когда-нибудь они скажут. Мам. Мы хотим жить с папой. Мам. Мы хотим быть там. Ты знаешь. Как я люблю детей. И как я сильно к ним привязана. Ты знаешь. В первом интервью. Слава Богу. Ты его пока не смотрел. Ты не знаешь. Что я там наговорила. Но я сказала. Что если у них такая будет возможность. Такое желание. Понятно. Что не в 11 лет. Сынок. Он здесь зритель наш. Не в 11 лет. Но. Когда ему это нужно будет. Я дам им шанс. Потому что твоя история. Мне очень сильно помогла. Понять. Вот этот смысл. Как важно вовремя. Родителям сказать. И нам. Вот самое главное. Родитель услышит. Что это не была мечта. Это его возможность. Это шанс. Здесь. У тебя. У тебя было огромное стремление. У тебя было огромное желание. Доказать. В первую очередь. Самому себе. Что ты смог это все сделать. А вторую очередь. Понятно. Что все мы остальные. И здесь важно. Что родители тебя услышали. Я даю Бог. Думаю. Что мы с тобой тоже сможем. В наших детей слышать. Слушать. И помогать им. Для меня это действительно. Самое главное. Важное. То что. Сейчас между нами осталось. Да. Как родители. Это очень круто. Это история. Которая может помочь другим ребятам. Которые где-то вот боятся. Да. Но. Вот что ты не советуешь. Самое главное. Вот в этой ситуации. Когда они стоят на выборе. Что делать. Так. Или так. Вот что сделать. Как родители им объяснить. Не знаю. Как родители. То есть. Ты чувствуешь. Что это твое. И просто боролась. Да. Я. Ты слышишь. Сейчас только как. Мой папа как плохой. Можешь сказать. Нет. 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 Что я сказал. Он не хотел. Он передумал. Это было как как он переживал. Так сильно. Он не был никогда плохой. Он сделал меня такой характер. Моя мама и мой папа сделали меня. Такой характер. что никто лучше на твоем месте, никто не будет лучше. Никто. Мой папа все время, как можно сказать, такой стресс, такой, как ты работаешь в армии. Он сказал, что я 5 часов, 5 часов начинаешь. Немоса говорила, 5-15 лет, как я. 5-15 лет, как я. 5-10, сколько, давать выстрелят. И он, тебя викинг. Я говорю, это твой сын, я сырано. Надо 5 часов, 5 часов. И он такой, если он сидит на своем месте, никто не будет сидеть на своем месте. Я сиди дома, сиди как хочешь. Но он такой, 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 такой. Поговорю на тебя. Но мы с ним смогли подружиться. У меня он разрешал посидеть так, как я хочу. Но мы с ним хорошие друзья. Что, нет? Они тебе поговорили, наверное, все потом? Нет. Я сиди здесь, живу здесь. Даже Кристофер Длюган не мог бы. Я говорю про то, что... Это депло, это свой характер, свой характер. Но... Я так учил. Так мой папа показал мне такой характер. Моя мама... Моя папа, ты знаешь, работал так много. Да. Что все время, корабля, три месяца, четыре месяца. А мама, как я... Видит меня. Она смотрит меня, как маленький. Она начинает маленький, начинает все. Потому что она каждый день видит меня. Плакал. Больно. Рука больно. Здесь больно. Другое место больно. Я не помню, сколько она сказала маму. Я не хочу верить в бой. Я не помню. Ты вообще говорила там? Конечно. Много раз. Много раз. Оля, когда ты хочешь. И много человеку тебя дает удар. И удар. И удар. И удар. Не только парню, как мы сказали. Тренер. Морально даже, психически, да? Тренер. Твоя друзья. В этот момент твоя девушка. И даже твоя семья, которая рядом смотрит. Хочет тоже быть как твое место. Твой примус. Как тройной семья. Твой любимый ребят. И брат. Да. Тиус. Все хочет твое место. Понимаешь? Все говорят, ну ты маленький. Потому что это то же самое, когда в 15 лет я рос 1,63. А сейчас 65 килограмм, наверное. Я очень-очень-очень худенький. Я только расту после его 19 лет. В 19 лет? Да. Только-только-только-только. Я всегда был маленький. И все говорят, нет, ты маленький. Ты не возиграешь в иголе. И семьи я сказал. Даже мой брат, и мама, и другой, и другой. Я много раз опускал руку. А, мама, нет, мама. Твоя мама? О, она кричала мне очень плохо. Что она кричала? Такие плохие слова. Да-да-да, такие плохие слова. Твоя мечта будет такой, и ты должен ссориться на это. И меня удар. Празднись. Да-да, празднись. Это твое место никто не делает. И никого не будут тебе отказать. Отказать тебе. Сказать тебе нет. Ты, если ты чувствуешь, это твоя мечта. И ты должен ссориться, ворваться на это. Ворваться, да. И каждый раз меня как... Так каждый раз это моя мама делает. А папа показал мне характер. Когда, да, если тебе будет трудно ссориться, молчи и работай. Молчи, но делай свое, да? Да, работа. Молчи, работа. Ну, карты... Это не только для разговаривания по поводу футболи. Это для всего жизни. Для всего, да. Для меня это было как на всего жизни. Потому что раньше я не смогла разговаривать на английский, на русский, на португальский, на итальянский. И сейчас даже на испанский разговаривали плохо. А сейчас, можно сказать, что я разговариваю лучше. На всей языке. Понимаю много людей. Понимаю много человек. Понимаю много культуры. И да, даже я все время, ну... Мясо есть картошка фри. Когда я только приехал, мясо картошка фри. Это было легко тебе сказать. Да, было легко. Но это не то, что ты хотела, может быть реально. Ривай. Что-то ривай. Мясо. Какое мясо? Ну, не йори, мясо такое мясо, такое мясо. Мясо, хорошее мясо. Такое, черное. И все. И все это я учил. Не молодец, не учил меня. Смотри, сейчас можно сказать. На стиму можно кушать Макдональдс. Когда я не петел. Каждый. Я кушал бургер только мое рождение. Не было такой деньгами, как сейчас можно сказать. То есть простой стиль. Очень простой. Очень, очень простой. Когда был бургер, у нас были как половина, половина мой седьмоград. И милая вечеринка. Да, это праздник. И иногда я боюсь на это, например. Потому что, когда я кушал такой бургер, у меня было такое счастливо. Я знаю, что через месяц будет мое рождение. Будет бургер. Я как подумал, подумал. Скоро будет, скоро будет, скоро буду. А на семье есть все это. Все это. Папа, хочу возглас. Давай с нами. Уже как они, можно сказать. Да, немножко. Все легко. И я боюсь на это. К чему стремиться, да? Да. Да, боится. Но... Можно сказать, я не хочу дать все на него. Все. На них, кто они будут честливы. Конечно, хочу. Но иногда боится. Я буду всегда на поддержке. Но иногда, когда один уже как... Учиться. Добиваться. Добиваться. Что сами чувствуют сами, что выиграли свое место. Я это хочу. Поэтому он все время сказал, ну, разговаривай с тренером, что я должен играть здесь. Я не буду разговаривать тренером. А я тоже так могу. Сам ты иди, спроси. Сам говори. Тренер. Тренер. Какое место. Куда надо. Что надо. Вот это могу, не могу. И они сказали. Даже моего папы не было. Потому что все время на корабле. А мама... Она пошла ссориться сразу. Сказала. Мой сын здесь. Секрет. И все. И это было как маленькое. Только-только начинаешь игру. А когда я приехал здесь, это была другая борьба. Но если у меня не было такой характер, если у меня мама и папа, я не стал сидеть в 15 лет. То есть родители тебе помогали преодолеть многие сложности. Верить в себя. Да. Вот все-таки как важна родительская поддержка и в то, что они верят. Вот твоя мама, она действительно такой человек. Она тебе сказала. Вот она тебе говорила, да? Ты сможешь. В твоих мечтах. Опять все остальные были. Ну вот где-то в угоду своим желанием. Говорит, там и получится. Главное верить в себя. Ну да. И поддержка родителей. Ну да. Это очень круто. Слушай, вот это ты переехал в Россию. Это такая жизнь. Я-то знаю историю. Можешь рассказать тебе? Ааа. Первый, я не знаю, ничего про Россию. Я только слышал, что мои деньги. На улице. Снег очень сильный. Снег очень сильный. Снег очень сильный. А самый большой в мире. Горный в мире. Да. Самый большой. Страна. Страна. Больше ничего. Когда я приехал... Ты обрадовался? Нет, первый начинай. Начинай такой, что я в Казань. Не такой Казань, который сейчас. Да, Казань тогда в 2007. Да, через год мы с тобой познакомились. В 2007 году Казань была... Не резать плохо, но был такой, что... Мой город лучше, чем Казань. Это мой момент. Подумай, что... Горный, да. Ну, ты сейчас можешь... Я очень красива. Супер, сейчас по-другому. Но... Первый аэропорт. В какой одежде ты вышел? Скажи сначала. Первый аэропорт. То я до самолета пускался. Все нахорошо. И я сидевался такой. Большой. Большой. Шапка. Куртки, шапки. Курчатки. Я маленький курьер. Горный аэропорт. Ветровка. Такой... Ай, холодно. Такой холодно. Это не все как... Так эксагерадо. Капризный. Капризный. И такой... Я не думал, что холодно такое. Открою самолет. И... Минус тридцать пять. Аааа... А сейчас можно как самолеты сразу на коридор и сразу на аэропорт. Нет. И вообще того не было? Ну, не было. Пешком. Автобус. На автобус. На аэропорт. А еще дождаться, когда все зайдут в автобус. Ну да. И я был самый первый. Пешком выстро. Я остался на автобус. Автобус все открыто. А все хорошо. Там есть даже самолет и все плохо. Но... У меня есть автобус. Я сижу так... На автобусе. На автобусе. На испанский. На автобусе. На автобусе. И все спокойно. И я кричу. Пап, пап, пап. И все смотрит меня как... Я не знаю. На автобусе. На аэропорт. И раньше не было такой красивый аэропорт. Раньше, видишь, что ты приходишь. Старый аэропорт еще был. И как? Маленький комута. Такой маленький. Такой маленький. И на автобусе. На автобусе. У меня есть автобусе. На автобусе. На автобусе. На автобусе. И ты говоришь. На автобусе. Руками. Да. Под ногой. И ты смотришь твоё чувство. Только один маленький круг. Павляешься. Да. Это лента. 40. Такой. Такой. Такой большой. Как ты можешь так это? Одно человеку. Я один человек. Я один человеку. Я один человеку. Я только так. Я, наверное, делаю как час. Минимум час. И каждый раз, что я летаю в Москву. Или в Израиле. Минимум час. Нет, наверное, самолет. Да, потому что со всех самолетов одна лента была. Ну, две может быть, максимум. Какой две? Одно. Одна площадка, да? Ну, я слишком хорошо думаю в Казани. Ну, это Афранк. Да, да. Это неплохо, но вы такой, ну ладно, это неплохо. Просто адаптация всего этого. На меня все новое. Все, ты смотришь, снег, конечно, первый раз смотрел снег. Ну, скажи, ты честно, сознавайся. Первый раз смотрел снег с чамаданом. И вы не снег. Что ты хочешь снег? Ты съешь в Расаваре, когда ты смотришь. Иностранцы? Надо попробовать. Конечно. А я попробовал. Я кушал в такой кислоте на базе. Не было апартамента, не было машины, ничего не было. А кто тебя встречал? Команды. А, команды. Команды, команды. Мы с командами на базе. Да, да. А у нас дали четыре дня отпуск. Четыре дня, как свободный. Четыре дня. То есть ты прилетел, у тебя четыре дня один. Найти в апартаменту, найти твою машину. Смотреть, где ты будешь жить. Устроить свой будь. Квартира, машина. Надо кушать здесь. Другой. Все, что надо. Все, что надо. Я в нигель была с температурой 40. После снега. У меня ангина. Начинаю как-то неумоление. Начинаю как-то неумоление. Только начинается. У меня очень плохо. Нигель. Система. И весь. Система такой. Все ночи не было мамы. Которая. Я мамитис. 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 Все время мамы меня болит здесь. Давай в больницу. Мама, у меня здесь болит. Давай в больницу. Давай туда. Чай. Хочем вот это. Надо признать, она посвятила свою жизнь папу. Двадцать два года. Я никого не был. Никого не знаю. С кем не могу разговаривать. Ничего не понимаю. А у тебя температура. Они скажут, я делаю систему. Какую систему? Что они будут делать? Какую? Витамина, невитамина? Вы люди. Поверять. Ну конечно. Одинаково. Хочу знать, что это. А ты не понимал? Ну ничего не понимаю. Как я могу понимать? Нельзя только. Юра. Юра, мой друг. Он был в своей семье. Он шел домой. Да. И в этот момент не было никому. Я жил на базе. Но они все время как... Конечно, они очень сильно. Я люблю. И все время когда беру врача, и всех человек, которых я помню, там Рубин, я всегда обнимаю. И сразу спасибо, что они сделали со мной. Но такое тяжелое время, что ты не понимаешь. И ты болеешь. Очень сильно. Никого нет. Никого нет. Никого нет. Даже испанциям никому нет. Они спрашивают опять что я живу. И что я скажу. Такой тяжелый момент. У меня страна, да, ты уехал из дома. Ты еще с командами только знакомился. Отдатация. Ты еще пусть заболел. Это только начиная-то. Да. Это только самое прекрасное начало. Дальше ты была интереснее. Подумай. Хорошо. Я нормально. Обратно на тренировках. Хорошо. Но, конечно, я жил на базе, все хорошо, я никуда не хотел идти, потому что, ну, сочи в апартамент, лучше остались на базе, у меня есть кровать, опускаюсь, что там есть кухня, интернет есть, зверь есть, я не заплачу ничего, все есть. Хорошо? Хорошо. Крут, дал мне машина. Я говорю, машина, давай посаком из города и кататься. Один? Один! Ты что? Один! А на меня интерфона тогда еще не было. Какой навигатель? Даже интернет не было на телефоне. Не было ватсап, не было ничего, кто может и писать из твоего семья, ничего не было, только мессенджер через компьютер. Я хотел покататься. Ну, кататься, кататься, я вижу, что бензин может нет. А я позвонил Юра, милеводчик. Юра, куда на бензин, как ему поняли? Разорай на испанский. Как я могу сделать бензин? Ну, иди с оправкой. Ну, ну, он сказал мне, сколько? Там или там или там или там. Ты где? Дорога писана на русском. Не знаю, какое имя на улице можно сказать такое. Не могу читать, не могу сказать. Я только раз говорю, ну, много лет нет. Ну, и здесь есть место, где красный магазин, но я не знаю, какое имя. Пять летечка. Понятно, да. То есть ты вообще же не мог и выйти спросить ни о кого. Да. Потому что на испанском не спросил. Да, да, да. И я только прямо, я знаю, я помню, что я только пил прямо, так-так, кататься прямо-прямо, потом налево. Где мы купили апартамент. А, да, да, да. Да, 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 да. Да, да, да. А, здесь я пахка. И я, ну, начинаю разговаривать, я не знаю, сколько, какой, и я смотрю. Минуты. 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 Иура, это не пахка. Она так-так-так-так. Ты шерулей, и я расскажу. Иура, как, один сентяк такой, или он стал два, или он стал пять, или он стал три, такой. И я не знаю. И карты раз, и на так. Я думаю, что они не знаете, но. После лета, я понимаю, что даже не могу и прийти на магазин купить, что не надо, я начинаю учить, после лета, я понимаю, что не надо учить ДА и ДА. Да, без вариантов. Да, без вариантов. И так начинаю, учились, я знаю, Папер, бумага. Я помню эти бумаги. Начинаю писать. Начинаю писать каждое слово. Ну, первое, как называли на поле, право, лево, перед, назад, пас, номер один, два, три, четыре, десять, потом до двадцать, недель, понедельник, никто не зря, доброе утро, как дела, все эти слова хорошо, плохо, все что надо, все время ты слушаешь, слушаешь, но ты не понимаешь, ты не знаешь, что это. Вот это начинаю учить. Я помню, что ты писал русские слова, но латинскими буквами, то есть ты писал там, да, помнишь историю, когда я тебе там научила, как девушек отшивать? Ну, потому что чего они позарились на мое, ну, тогда были мое. Ну, это через год, потому что до этого я не могу знакомиться даже ни с кем, даже как просто… То есть ты и со мной познакомился тоже там, кружил-кружил возле меня, помнишь, как это было? Мой друг разговаривает хороший русский, подруга разговаривает английский, русский, а ты только на русский, я разговаривает чуть-чуть на спанский, он португальский. Помнишь, понятно, нет, стоп-стоп, ты подошел, первое, что ты сказал, это было «do you speak English?», и загадочно свою бейсболку трогал. Все, и смотрел на меня, своим тонным взглядом, и думаю, что, больной, что ли, какие English? Галантный, мужчина? Галантный, конечно, решил мне впечатлить. Я развернулась, типа, нет, и ушла. Да, ушла. Ты остался со мной, и я сказал тебе много раз, и ты, ты, нет, и я сказал много раз, но был такой хороший момент, очень хороший, я всегда рассказывал, когда это будет для тебя, мне кажется, как, но будет для тебя, потому что смотри, ты отказался сначала, Ты можешь прийти домой, и больше тебя не вижу, но потом я рассказал с моей подругой, и моя подруга, я тут с парнем познакомилась, давайте мы подружимся, я говорю, кто не покажи, она меня ведет, и там стоишь ты, и смеешься, что я сама пришла, что, ну, сначала я тебя отшила, а потом я тебе сама, как бы ты пришла, я просто не знала, у нас там, я тебе уже пыталась показать, насколько это, ну, короче, как ни крути, все равно у нас состоялся знакомство, да? Я думаю, что это очень здорово, не знаю, как встречается, паса коммерс, не знаю, и так мы начинали, как ты мне помог очень сильно, адаптироваться на Россию, на Казань, на ИСИК, на культура, на тренера, потому что тренеры все время кричали меня, кричали меня, плохой, 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 А Люжно-Америка сегодня тебе кричит, о, ты хорошая, молодец, супер, так надо, все позитивно, а здесь все плохо, плохо, плохой, плохой, что я не понимаю, что я плохой реально, что он меня не любит, зачем я здесь, если он меня не любит? Ну, и я так думаю, зачем я здесь, а с тобой, ты начинай меня учить, как? Объясняла. Смотри, он говорит, я так, потому что он говорит, я лучше, ты можешь, ты смог, я лучше и лучше, и я, я начинаю понимать, что, когда он кричит плохо, что это хорошо. Назадо, что ты не прощаешь меня? Да, лучше, надо лучше, надо лучше. И это дело мне лучше игрок. Я с вами забыли, когда я стараюсь, как старый детский, как вербьер. Да, вербьер. Мы сделали лучше как человек и как футболиста. И с Леони, мы сделали такой русский футболист, русский челабьер, и я до утра еще раз опускал в руках. sol, я ни грау, всегда плохой, всегда опознал, всегда не делал такой хороший пас. Я тогда могу сказать, что 10 хороших пас, но один плохо, аSub я больше с장님 эти дела такой плохой, плохой даже не смотрят не будем делать. И сейчас я маленько! Я не делал только 10 хороших, думаю 11 хороших, посмотрел это лучше. И все время лучше игрок. Лучи игрок, лучше игрок. Лучи игрок. Вот ты同じ, muy call it I, ты не творишь лучше. Если ты не творишь, ты плохой. И у меня дела как суперфутболиста, что моя менталитет надо меняться надо, еще один шаг впереди, наверху, его, ты. Вы благодарен за это? Конечно. Я все время говорю, если ты нету, я давно обратно домой. Если у Бердьев нету, домой то же самое. Потому что это место, не было моей детской мамы, уже нету. Моя семья, как мы сказали, уже нету. Это был вас, в этот момент был вас. Бой тренер и ты. А теперь надо домой, спокойно разговаривать, спокойно чувствовать, что у меня есть дома. Потому что только мы были как пары. До него можно сказать, это мой. У нас дома есть, пары начинаются, тренеры у меня кричали, но он сделал свое место, как отец, можно сказать. А ты как моя мама, но ты моя девушка. И ты учил меня много. Разговаривать по-русски. На культуру, на кухню. Потому что я сам не могу приготовить ничего, даже не могу и не буду. Ты сделал все это. Ты сделал все это. Создала тебе комфортно. Да, может, да. Или что еще? Ну комфортно, конечно. Я думал сразу, что ты мой близко и хочу видеть с тобой. Когда ты молодой, когда очень молодой. Я думал, что я буду хорошо. Я буду адаптаться, я буду меняться, что у нас будет всегда хорошо. Ты не смотрит, она русская, он из Эквадора, он разговаривает испанский, ты разговаривает русский, культура другая, менталитет другая. Ты живешь все время холодно, я живу время жарко, можно сказать. Да, тропика. А ты думаешь, ну все будет хорошо. Даже как ты начинаешь, ты все скажешь, ты скажешь все да, а я тоже скажу все да. А потом время идет и ты начинаешь думать, что... Это моя дорога, и твоя дорога другая. Мы понимаем друг друга, когда начинаем... Я после Лука, второй сын, начинаю думать, что тяжелое время, и что... Посмотрим все по-другому. Мы сейчас же разговариваем о тех вещах, которые, возможно, я даже не знаю. Я же не знала твои переживания после Лукаса, то есть мои вторые роды, да. Но надо признаться, что для женщины это такой серьезный этап, когда она приходит в себя, и тяжело, да? Ну да, поэтому самое тяжелое, потому что ты никуда не летал. Ты не был в другой город, в другой стране. Я был в Руси. Кто, я или ты? Да ты. Я был в Эквадоре, в Руси. Я думал, ну все нормально, потому что мой город самый лучший для меня. Ну конечно. Латвия самый лучший. Да. Я думал, ну ты будешь адаптирован на меня. Как ты знаешь, у меня 50 человек, всегда будешь четверг. Да, всегда много людей было. И ты нет, ты другая, это неплохо, ты другая, все. Да. И мы думали, ну ты будешь по мне. Ты будешь по мне. Ты будешь по мне. Ты будешь по мне и я... А что ты хотел, чтобы поменять? Как я. Мир одинаково. Ну я иногда, да, требую. Немножку интимности для нашей семьи. Это не плохо. Это как маленькая линия. Откроется. 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 Да. Да. У меня все на самом деле. Ну да, но я разобрал карты на место, но. Мы были смешно, а сейчас мы сказали, что нас как парень, что нас сейчас. Как начинается, а как идет. В такой время, это было супер. Супер. Мы сказали, хорошее время, честное время. Мы сделали много, мы играли много, мы летали много места, мы с вами с вами много людей. Ну. Самое главное следите? Ну, конечно, действительно. Вообще не могу сказать. Это самое, что мы продолжаем. Ну, конечно. И все это, я не знаю, и я тоже самое. Это моя мотивация каждый день. Я знаю, что они на стадионе смотрят, как играют. Хочу сделать гол, хочу сделать. Выиграли, что они опускались на развивательку, и рыбались, и кушали пиццу, и делали все, что возможно. Хочу играть, ну, сколько смог. И остался здесь, сколько я могу. Но есть другой мнение, другой человек, который решает много. И это они уже понимают, что все, что я хочу, а все, что другого человека хочет, вообще, разное. Да. Абрана, мы в Великасан. Да. И теперь разлетали в Москву, в Москву. У тебя как тяжело было. Да, я не хотела туда. И ты сама была, что... Три варианта была. Проблема, что... Ты думаешь это. Но я думаю, в лучшем времени. Развали на твой язык. Потому что теперь время. Например, мы летаем в Германию. Да, только за время в Казахстане. Да, в Германии ты будешь развалить врача и... Слушай, все лучше, чем Москва. Для меня нет. Ну, я понимаю сейчас-то, я уже знаю, что нет. Ну, я не знаю. Ну, слушай, у меня были определенные причины. Я не хочу говорить в эфире, по каким причинам. Или мне все-таки нужно говорить. Нет, я думаю, не нужно. Ну, Москва – это Москва. И я ее... Ну, просто это не мой город был. Вот изначально не мой город. Ты все-таки смотрел по карьере, да? Ну, то есть у тебя были причины, по которым мы переезжаем в Москву. Вот мы переезжаем в Москву, и у меня было три недели беременности. Я помню, в январе мы переехали. И только-только вот мы узнали, что мы ждем Лукаса. То есть, вот, все-таки Москва стал каким переломом и моментом в наших отношениях, да? Ну вот там пошла эта трещина, там пошла эта секатрис. Да, Москва, да. Ну да, это было сотребление, уже как-то смотрят все по-другому, хоть обратно домой, я думаю, мне осталось здесь, такое хорошее время, хорошее время, хорошее время, хорошее время, хорошее время, сочень, обратно, и начинать так. Ну, и потом просто не скажу, но с моей старой, прости, что перебил опять, с метро, не могу сказать, что было тяжело мне вот именно в город, да? Я приняла эту ситуацию. А, это было очень хорошо. Да, вообще, ну, то есть, не было такого, что фу, давал Еленос, не было такого, был момент, что было просто тяжело мне адаптироваться в какой-то, да? То есть, это и уже нет помощи никакой. Ты помнишь, да, что я там, типа, я сама все могу, не надо няни, не надо вот это? Я сам в Москву, а я в Казан. Ты только в Казан-Москву, тебе адаптирование, ты не было готово. Друзья не было готово. То помочь не было готово. И я даже не хотела этого на тот момент. Мне хватало вас. Вот, знаешь, главная, наверное, моя ошибка, что я закрылась вся в моей семье, да? Вот в нас. И я не выходила. Помнишь, за три года в Москве раз десять от силы, максимум три литра. Но я помню, точно три раза вышла куда-то в свет с подругами, с друзьями. Ты даже сам вырос, потому что сходи куда-нибудь, сходи там встретиться с подругами. Ну, помню, да, этот момент такой бессложный для меня. Но это не было так, что, фу, едем от силы, хочется больше жить. Но, тем не менее, все-таки в Москве произошел этот момент у нас такой. Да, фикс-мей. Произошел просто шел. Ладно. Живем в Москве, дальше. Все-таки мне тебе интересно слушать. Ну, потом у нас было хорошо, когда мы видели там... Родился в Казан. Ну, Салоника, Греция, Грис. После Динамо ты ж родились в Москву. Да, три года в Москве, потом переехали в Грецию. Греция. Я думаю, так будет до конца. Я думаю, все будет на два года, подписать контракт. И вот все хорошо, понравился город, понравился людям, все хорошо. Вообще все классно было. Мне тоже очень нравится. Все были супер. И полгода. Потом папа позвонил меня на Бердье. Ну, папа Бердье, да, Бердье. Мы сказали, давай Ростов. А ему я могу сказать нет. Я сказать нет. Даже я не могу. А ему я не могу сказать нет. И видит, после сколько? Шесть лет? Все было хорошо, это просто. Как моя карьера. Конечно потерял тебя и потерял моя семья. Потому что тогда начинается время, когда уже как. Мы друг друга знаем, что нет, не дашь времени. Уже нет. Как можно сказать? Как можно сказать? Какое дело? Держи больше. Нет. Я карьера. Твоя дорога была другая. Моя дорога была другой. Да. Я только для confort. Конечно, я это не могу сказать. Когда она была, мы с другим разы в условиях. Они были в беспомнатике. Моя дорогая. Они уже с другими такими. Это была мысль. И в первых раз, когда ты кто сделал, ее убил. Она была к ценно Karol. Она была многая. Я понимаю. Эта была была плохая. Мы были новые проблемы. Мы были у вас, не были проблемы. Мы были проблемы, когда я был. Отwickperson от них не было. Ладно это и так, что мы хотели подсчет, а я так, с Руси, и с Команном. Мы хотели бы выиграть, а у нас на российские флешки,. игры, бомбардир, передачи, чемпионс лиг, второе место РФЛ здесь, премьер лиг. Все было супер на мою карьеру, но на мою семью все спорты для меня, потому что ты не было, ты уже обратно козан, я в такое тяжелое время, что один, давно не был один, давно, сколько лет, а обратно еще раз, на меня был такой тяжелый, я даже не хотел обратно домой, включая на спальшую там на базе, как начало. И у меня хорошо, что я уже разговаривал по-русски, что у меня был César Навас, разговаривал на спальшую, Юрий, Рене, тот же самый, Фище, тоже разговаривал на спальшую, а с ним, как мы, можно сказать, как моя семья. Они сказали, давай в ресторан, я с ним, давай даже в больницу, да, я с ним, сижу и смотрю, как они на больнице, не знаю, но были с ним все время, но мы друг друга понимаем, что мы не можем делать ничего больше, что держать на семья, что ты русский, я из Украины, я иностранцы, такой проблема, что начало мы должны знать, что это не будет. Это даже не из-за этого, мне кажется. То есть, вот, ну, не сама причина, русский и плодорец вообще не в этом. Просто, вот, как мне кажется, да, со временем я поняла, что есть люди на время, вот для определенного этапа. Возможно, я тебе дана была для этапа, чтобы ты адаптировался в России, да, чтобы ты полный русскую культуру, ну, возможно, да, говорить о том, чтобы появились прекрасные дети, да, чтобы вообще в целом построить свою карьеру, да. Можно я скажу, что все-таки я тоже предложила усилия? Да. Чтобы ты стал два раза чемпионом. Ну, вот, мне сейчас никто это не спрещает делать. Ну, ну, без тебя это я не мог, я все скажу тебе так, все сказал так. Без тебя я не могу играть, сколько играли Робин Казан, Динамо, Чемпион, Чайкос Лиг. Помнишь, ты сказал, я уезжаю. Да, я, сколько раз. Я тебе дана была на время, да, как бы твоя поддержка. Вы человек, который действительно, ну, вот я могу сказать, что наши отношения учились в дружбу. Помнишь, мы реально очень классные дружбы. Да, да. И Распект. Ты, я, может быть, всем уже нас рассказала, и в интервью это первое моё интервью рассказала, ты тот человек, который научил смотреть на мужчину правильно. Ты тот мужчина, который дал мне, ну, как, эхемплум, да, пример, как нужно относиться к мужчинской памяти. Только благодаря тебе я знаю, как это, что такое Распект, честно. Это только то, что ты меня научил. Мы вместе выросли, мы встретились. Мне было двадцать один, тебе было двадцать два, и через месяц исполнилось двадцать три. Да. Твоё дирождение прекрасно помнит. Мартин Султан запретил его. Да. И ты был тоже мне дан на время. Вот я, знаешь... Ну, такой морозой. И забрали ничего. Мечеря друг друга. Ну, это сейчас. Мы сегодняшний день, можно сказать, что мы даны были друг другу на время. И ты тоже тот человек, который был в данное время. Я, возможно, не собралась бы выйти дальше. Ты будешь первым разом, когда мы начали жить, это спал. Если ты проснёшься, меня не будет дома, значит, знаешь, ты уже не смогла с тобой жить. Не знаю. Потому что я такая свободная, да. Ты всегда говоришь, ты любишь собой. Это так и есть. Это правда. И за всё, что было между нами, я очень благодарна. Вот за всё, что между нами было. За то, как... Это я готовлю сказать важную фразу. Ну, в смысле? Ну, это первый раз. То есть, я знаю, что первый раз мы делали такое интервью, что мы рассказывали про нас. Да. Про наши отношения, как мы начинали, и как мы сейчас. Потому что всех вопросов. Ну, все спрашивают. Как можно, друзья, как можно жить в такое место. Пути рядом, как и смог. Я всё время развалит. Мы смотрим первое место на детей. Приоритеты. Да? Да, приоритеты. Зачем? Как? Твоя дорога никогда будет правна. Твоя дорога будет чистая. Всегда будет тёмная. Твоя приоритет всегда будет твоя детей. Если другой человека не понимает, то Господин не может. А потом ты остался в Казань. Я в Ростов. Два года. Я думал. Обратить на Казань тоже. Потому что я завалил Вердиер. Вердиер на Казань. Я хочу обратить на Казань. И я хочу это. Ты тоже рад. Он хорошо. А потом Семит звонил мне. Предали мне хороший контракт. Я сказал, давай вместе. Питер. Я не хочу Казань. И я понимаю, что всё. А уже как мы сказали, что у нас дорога уже как так. Но всегда буду как друзья. Я помню этого времени. А потом после Готи уже мы уже как. Пописали документы. Уже всё. И уже как мы сказали. Всё. Как надо. Но остался одинаково друзья. Я никогда были злой с тобой. Ни раз у тебя тоже не было злой со мной. Никого. Нас враговый. Сколько? 30 минут. Что что было? Документы. Сколько? Договорили сколько? Мой гость с тобой. Помнишь, как ты этот год когда я уехал за Ростовом? То есть, ну, когда мы стали жить отдельно. Не только к нам ехать. Ну, я думал, что мы можем обратно. Поэтому я тоже не договорились. А это. Мы год взяли себе подумать. Да. Да. Мы год думали. Да. Нет. Мы договаривались. Мы никому не говорили. Помнишь? Мы дети. Мы родители. Твои родители, мои родители вообще не знали. Да. Потому что мы сами решали. И потом уже мы приняли решение. Сколько там. Мы заранее пришли и говорили, как мы хотим, что мы хотим сделать. Ну, с юристами. Да. Тридцем минуты ведь. Прожавай тридцем минуты. Не важно. Ты так. Я так. Ну, мы знали. Ты знал, что ты хочешь. Я знал, что я хочу. Я тогда сказала такую фразу, что сделать так, чтобы было достойно. Да. Каждый оставляет друг другу достойность. Ты сделал все так, чтобы я не переживала. Да. Вот как женщина ты с детьми меня. Ну, как бы. Я осталась достойной. Да. Ты, ну, после развода уже, когда мы закончились, ты не подарил салон. Да. У нас было помещение. Понятно. Да. Но помещения нет еще ничего. Еще мне нужно сделать ремонт. Еще нужно все это купить. Да. Все сделать. Я хочу, чтобы у тебя после там, как мы расходимся, у тебя было что-то, что ты будешь делать. Да. Заниматься. Я всегда думаю, что что я выиграл, ты помог мне. Я не могу тебя просто выкинуть. Все. Я не такой человек, как я всегда. Она мне помогла. Как я могу оставить тебя так, просто так. Первый. Дети мои. То же самое. Ты должен быть честливым, всегда хорошим, всегда добрым, что мои дети видели это на тебя. Если ты, не знаю, грустный, безничиво, все время какие-то проблемы, все время стресс, все время ругаться, они тоже чувствуют. Я не хочу, я наоборот думаю, ну ладно, надо уже быть честливым, но ты будешь честливым. С кем надо, с кем надо, сколько надо. Да. Это прям душа, моя душенька. А почему она приняла Питера? Уже у нас брака, уже говорил, все. Да, вот мы закончили, 30 минут стоим в нашей работе. Да, но уже брака, все, дожди там, я потом сказал, давай я играл полгода там в Казан, я играл за Рубин полгода с Бердьев, а мы договорились на этот момент, все брака, все, обратно Питер. А я говорю, я хочу жить рядом с моим детям, попроси тебя, ты стоишь в Аном, ты есть, все есть. Не, 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 два года, год мы с тобой думали, и год ты уже жил в Питере. Да, понятно. Да, да, да. Плюс мне. Ну нет, слушай, зрители будут читать, не дай Бог где-то просчитаться, да, вот нам с тобой лучше сразу, да? Все, главное, что ты помнишь, я помню. Другой человек будет разговаривать всегда. А это не, который все-таки стоит. Говорит точно. Нет, это не правда, да, 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 да. Да, только не знаю, как было все на самом деле, так что не смейте додумывать историю за нас. Да. А потом, когда мы обратно, когда мы сказали, что начинаешь жить в Питере, а я видел мой детей каждый день, я... Подожди, до Питера была история, вот я все-таки ее хочу коснуться, это когда ты получил травм. Вот мы с тобой... Ну, это вы не понимаете? Какой? Когда уже Манчини ушел. Манчини как тренировался, потому что я играл за Рубин Казан, полгода, в Манчини. А Брандар Казан, я с тобой мне говорили, все пописали, потом я Брандар Питер. Когда Симак, Сергей Симак остался как главный тренер. А я сказал тебе, давай обратно со мной, не со мной, давай приходи из Питера, я хочу видеть моих детей, конечно, мы не место, но хочу видеть моих детей. И ты сказал, давай, почему нет. Буду жить, мы договорились по поводу всего. Я сделал все специально, чтобы вы приехали, мы приехали. А как профессиональный начинаю еще раз наверху. Потому что когда у вас не было, я начинаю такой. А когда вы обратно, я начинаю еще раз наверху. А Симак, я начинаю играть. Я был лучше. Каждый играл, хорошо, хорошо, я был лучше, лучше, лучше. И получил травму. Я уже сделал все, что я сделал. Школа для детей, я сделал все. Да, я приехала в тот день, когда ты получил травму, я приехала в Питер. Я не был как отпуск, они жили со мной в это время. Вот. Поэтому сказал тебе, мы уже договорились, как все, уже все, только осталось, что ты приехал. Ты. Самое главное? Потому что я уже был со мной. Чтобы вот зрители, да, мне, почему вы живете в тех же городах, где живет Питер? Почему вы за ним там ездите? Ну, понятно, что я-то не отвечаю, у меня, ну, как бы, спрашивают, да. И, ну, всем же не расскажешь. Вот надоело уже, да, отвечать вот каждый раз одно и то же, одно и то же, да. Ну, как бы, и не докажешь. Есть люди, которым просто удобно думать, что разводиться нужно со скандалом, да. Никому не докажешь, что классно разводиться вот так, чтобы дети присутствовали потом на интервью, родители, которые там раньше были вместе. Да. Так вот. Объясняем, почему все-таки мы жили потом, да, не вместе, просто в одинаковых городах. Да. Это потому что... Дети. Дети. Опять-таки, да, приоритет детей. Еще не... Почему я приняла это решение? Ты мне предлагаешь, Оль, вот есть возможность, да, переехать в Питер. Вы можете жить рядом со мной. Ну, то есть, чтобы дети могли со мной часто видеться. Что я подумала, да? Я понимаю, что ты, возможно, скоро увидишь. Неизвестно, вот какой контракт станет последним, да, какой год. В Питере это был или здесь это был. Но я приняла решение, что да, я хочу, чтобы дети общались с тобой. Какой офигенный папа. Ну, с моей точки зрения, ты классный папа. Ну, и дети это подтвердят, конечно. Зайчик, папа классный? Ты, как мужчина, со своей стороны создал нам все условия. Твартира, водитель, да. То есть, все условия, чтобы... Мы тебе говорили еще? Да. Слушай, у меня тут вот льется, я-то рассказываю красивую историю. Ты понял, что быстро-быстро-быстро? Эй, смотри. Людине неважно, что ты слушаешь. Ты можешь сказать, ну, сделай так, так, так. Ну, это неправда, ты делай посередине, потому что... Мы посмотрим. Кому-то, может быть, это станет полезным. Ну, и такой. Не слушай. Просто думаешь, что так и так еще. А я хочу продолжать говорить, что кому-то это станет полезным. Ты, я знаю, что звучит. Ты, я знаю, что... Как мы договорились. Да нет смысла этого интервью. Ну, интервью, что почему, а другое, что... Как можно сказать, несу, не надо. Зачем? Подробности считаешь, что не нужно? Все равно записываем, не удаляем вот эту информацию. Ну, есть проблема. Ну, потому что мы, когда мы договорились, все это... Потому что важно, да, многие спрашивают, значит, у всех есть такой запрос. Ну, вот кто-то растал, да, кто-то живет в разных городах. И, возможно, даже... Ты виноват? Я виноват. Но она не хотела, я хотела. Оба, оба молодцы. Ну, в результате всегда нужно смотреть, что и одна сторона не пугает сторона. И, в общем, я это делаю, потому что, ну, как бы, ты классный папа, я хотела, чтобы дети общались с папой. Ты создал нам все офигенные условия. То есть, мы себя чувствовали комфортно. Почему нет? Вот, у меня там причины нет. Сказать тебе нет. Все. И вот мы переезжаем, ты получаешь травму. Ну, может, раз и больше. Ха-ха-ха-ха. А я был на бандитте. Такой ноги, такой наверху. А ты нахрена разговариваешь? Подожди, сначала скажи, что ты меня позвал подпиши от сюда. Ну, не было никого, нет. И ты меня как мужа оказала хорошая подруга, и мама, и ты... Да, как ты, как человек, который... Я тебе все время, что у меня разговариваешь, что я смогу разговаривать как... Реально, я. Потому что, да, есть у других людей, которые у меня такой человек, или... Люди, которые ты не откроешься. Ты откроешься. Да. Ты не можешь откроешься на все. Откроешься на с кем ты хочешь. А у меня не было парня, не было девушка, не было никого, я был свободный. Очень хорошо, что я не свободный. Но... Такое время, что тяжело. Ноги, такое. Но... Поза интима. Когда я... У меня плохо. А ты приехал. У меня, хорошо, что она, ты со мной. Что тяжело время. А потом я делаю видео. Фото. А зачем ты хочешь сделать фото? Ну, просто хочу сказать все, что мы уже закончили. Ну, слушай, нет, мы просто сделали истории, что... Ты активно участвовал в моем инстаграме. Иногда, а что ты не снимаешь видео? А что ты вот это... Ну, блин, не говорю, что не так. Что же снимается? Ты это хотела? Хорошо, сделала. Я хотела. Ты меня застал. Не важно. Я всегда такой человек, который мою жизнь, приватную жизнь. Который мой, семья. И всегда для меня. Который футбол, это открыли все. И когда я делал видео Кристофа, или Тикток, и Лукас, или Моёск, и такой. И покажу, покажу, что я хочу. Мне покажу всё. И поэтому я согласен на первый раз на это интервью, после... Сколько? Сколько? Когда мы закончили? Уже как... Не знаю. Шесть, семь лет. Пять или шесть? Я не знаю, сколько. Но он давно. Поэтому я думаю, ну ладно, я буду рассказать всё, что был. Потому что... Ну, время ушло уже как... Да. Я не такой человек, который открыл на всё. Я не такой. Ты сама знаешь, что я покажу, сколько я хочу. И это больше была моя просьба, поддержка, да? Да. И сказать её, не сделаем так. Сейчас нет такой момент. А я говорю, ну вот, я хочу, чтобы уже все знают. Зачем? А, ты про то, что интервью... Не, не, не. Про видео, да. Я сняла видео в больнице. И ты сказал, лучше этого не делал, так как, ну, говорите о том, что мы закончили, да? Зачем? Потому что мы друзья общую. И ты на меня не хочу сказать, что нас все... Не, не, там провокация была. Провокация была. То есть я выложила видео, потом началась провокация, где я ответила на провокацию, что мы друзья, и я приехала поддержать его как друг. В общем, как бы там ни было, да, ну, в общем... Ну, тебя трогали, ты делал тебя так, мне строги больно, а ты бума. Ну, если я русская женщина, я эмоции. Я тоже. И в моей жизни все время такой, покажу все, покажу все, и я тоже делал так, 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 ну... Я знаю уже сколько я смогу, с кей, я могу, и все. Ну, все же было. Ты не такая, это человек, который, можно как фудолист, все время камеры, все, ну, как у тебя первый раз, и все ты знаешь, что... Я все на этом этапа новая, не знаю, что ты будешь все хорошо, потому что ты умный, ты хороший, ну, тебе надо адаптировать на это. Я сказал тебе, не делаю. Не, не хочу. Я отвечать, да, ты сказал, не отвечать. Ну, ладно, я больше не могу сказать. И потом ступит бомба. Все начинают писать плохо, все думают, что ты очень плохая девушка, плохая мама, плохое все. Я с тобой закончила, когда ты такой... Да, потому что была травма. Да, потому что была травма. А реально как было? Мы с тобой закончили уже два года. Давно. 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 Просто мы не говорили об этом еще. Я не такой человек, который открыт. Я не говорила. В тот момент, пока меня... Семья, жена, у нас детей, и друзья, и если у тебя есть парня, то я парня. Все. Я не говорю, поэтому мне не важно. Я такой человек и спокойно. Тихо тебе так. А тебе было плохо. Три дня очень плохо. Что тебя та, та, больно, больно, больно. Потом я. А обратно как суперман. Ну конечно. Поддержка. Моя эксена. Потому что это время я уже как экс. Но почему нет? Они были со мной очень хорошо. Почему нет? И я начинаю разговаривать. Что мы друзья. Мы давно. Что она не такая. Другая. И все. Ну потому что мы закончили. Реально там два года назад. Я сказал, что не надо сейчас. Я сказал, что будет так. Но ты никогда не слышишь. Всегда думаешь, что ты будешь так, будешь так. И, ну, сильно, сильно. Это не плохо. Хорошо, что будет так. Что мы разговариваем. Что будет такой. Самое главное, что мы знаем. Потому что, может, что ты не знал. А будет другой человек разговаривать, разговаривать. Потом мы ссориться. И потом у нас проблемы с нафиг. Самое главное, что мы друг друга знаем. Мы друг друга скажем. Все чисто. Все честно. Все как надо. Что если будет больно одинаково. Когда ты знакомишься с моим дружкой. То есть у меня есть дружка. Ну, я сама предложила познакомиться с ним. Да. Это было смешно только с собой. Но потом буду сказать все вот это. Я такой человек открыто. Но не так открыто, как ты хотела. Да и да. Это я. И это нормально, между прочим. Я не знаю, где закрыто. Чем меньше знаю, на меня лучше. Потому что я знаю, что меньше проблем будет. Да, мне вообще знать не надо, что у вас там как и чего. Мне нужно было знать, что она адекватит женщины. Знаешь, я не знаю, что она будет со мной долго. Я не знаю, что будет на самом деле. Какая разница? Там только один месяц. Один месяц. И ты уже как хочу познакомиться с тебе. Я. Подожди чуть-чуть, нет. Дело не в тебе. Все. Корону вот эту. Передай детям. Корону у детей в этот момент. А это время все время когда Питер. Все когда Питер. Это было с Питер. После Макалена все нормально, все хорошо. Начинаю как восстанавливаться. Познакомиться с моим дружкой, Кевием. И... Она из Эквадора. Она из Эквадора. Все твоя культура. Все знаю. Все город. Гойякин. Мой город. Тоже самое она Гойякин. Семья все. Она тоже самая как я. Много человека дома. Она не стресс. Она чем больше, чем лучше. Ну, ну, ну. Это разное. Модель, это разное. Да, разное все. А я такой человек, это... Чем меньше знает лучше. Угу. А Крисова и Люка уже знают намного. Татюшка. Да я поняла. Да, да. Сказать я. Я хочу познакомиться. Они уже знают. Слушай, ты можешь нормально это сказать? Ну... Я хотела познакомиться. Потому что вот это, вот это, вот это. Не ты. Ты хотела познакомиться, потому что... Смотри, с кем я. Нет. С кем будут наши дети? Знаете, как я твоя. Сынок. Не слушай, что папа говорит. Не всегда. Слушай, иногда мама говорит. Это реально. Ладно. Я хотела не потому что... А ты познакомиться. Подумай, как будет такой... Ужин. Я собираюсь, между прочим, то есть... Ужин. Не комфортно для меня абсолютно. Я вижу. Мой девушка новый, а мое экс прямой... Очень смешная история. Такой... Втроем. Втроем. И разговаривает про нас жизнь. А я такой... И Мадежа-то не спрашивает. Чем это надо? Что значит, зачем у него тоже дети едут? Ну да. Зачем надо ресторанте? Иди познакомиться дома. Походи на границу. Все. Все. До свидания. А мы ресторанте? Ну конечно, это моя территория безопасности. Какое ресторанте? У вас дома? Зачем? Мне комфортно было там. Да, для тебя. А у нас нет. В этом была вся задумка? А потом начинать, давай вино. Ну это подожди, нет. Подожди, ты еще создашь не ту репутацию у меня. Ну надо было снять свое напряжение. Все, все будет хорошо. Ну давай честно, говори тогда откровенно. Ну потом все будет хорошо, если человек может сказать, нет подруга, но можно сказать, привет, привет. Пока-пока. Ну да. Самое главное. Уважение есть. Это была не последняя вечеринка, хочешь сказать. Ну да. Потом еще были. Да. Это очень странно смотреть, потому что когда ко мне подошли в этом заведении... Бог. Ну что ж, мы поговорили о том, как ты предложил мне познакомиться со твоей дядушкой. А, а я... да. Ну это было в твоих интересах, естественно. Ну конечно, надо было, чтобы наши дети чувствовали себя комфортно, чтобы я была спокойной. Понятно, что я знаю, что ты порядочный парень, классный, ты хороший отец. Ну, как друг-то тоже замечательно. Я тебе уже говорила и говорю всем. Все это офигенный друг. Так, познакомились, все. Что там дальше было? Это был Питер. Да. Да, мы продолжали жить в Питере, все, все друг с Богом знакомы. И приходит момент... Сочи. Сочи, да. В начале я думаю, что закончить карьеру, можно не закончить карьеру, потому что у меня такой травм, тяжелое время, когда я получил такой травм, я думаю, что я не хочу больше, я тренировка, играть через бой. И я думаю, ну вот такой, я не хочу играть в футбол. Не хочу, просто... У меня тяжелое время, можно сказать. Я нечестливый на поле. В этот момент я уже был в Мадьюшко, Мадьюшко помочь мне, очень сильно мне помогал. Я разговаривался с Рейзи Мак, тренер, с Сенит, мне... Дал мне вариант. Смотри, Сочи, предокателем я этого года. Старался там, можно играть, здесь не будешь играть. Тебе вместо есть другой человек, и на стране уже есть много. Много вопроса, много, которые мне сказали. Я в Сочи. Он остался год. В Питере? В Питере. Я думаю, ну, после года я хочу домой. Он сказал, я устал, хочу домой, а уже... Тяжелое время, ты знаешь, мотивации уже нету. Но... Когда у тебя такой проблемы, колено, то... Все, как... Хочешь, опускаешься раз в руку. Хочешь, как все, я уже не хочу. Ну, и это мой Мадьюшко. Она тебя поддержала. Поддержала, да. Помогала очень сильно. На... Открывая меня глаза. Сделая меня другая перспектива, Другое место в Сочи. Почему нет? Я... Про Сочи я тоже не знаю ничего. Такая хорошая погода, горы красивые. Все есть для детей, для семьи. Все есть, ну. У меня самый главный вопрос вели с тобой. Потому что я могу идти в Сочи, но... Два года, но без детей. А... Мое главное, что... Вели то же самое место. Не... Можно сказать, как парень, но мы уже недавно нету. Но... Дети. Я договорилась с Сочи. А... Мне надо договориться с тобой. А я уже на тот момент полюбила Питер и хотела там остаться жить. Да, помню, помню. Я же самое сказал тебе, слушай. Мои варианты Сочи. Я хочу. Но я знаю, что я не смог сказать да или да. Нет. Это тоже. Есть варианты. Хочу у детей, если возможно, супер. Если нет. Ну, то есть продолжать на тех же условиях, что ты в Питере, да? То есть пережать то же самое в Сочи и те же самые условия. Да, да. То же самое. Как мы так говорили в Питере, то же самое говорили в Сочи. Но... Как мы решили... Как более-менее такой... Не знаю, что Питер, Сочи... Ну, как твоя семья будет. То есть, другой человек разом подразумевает, что родной висит страх. Ты в хорошей сне, ты чувствуешь хорошо, удобно там Питер. Все растет быстро для тебя. Или такой другой город, который красивый, ты чувствуешь хорошо, ты чувствуешь удобно. Там я нашла себя. Да, ты нашла все супер. А поменять тебя, я думаю, что... Я даю, как предлагал тебе такой вариант, но ты самому выбираешь. Я не могу сказать. Я дай, я так. А ты себя различен. Ну, подожди, стоп. Подожди, стоп. Стоп. Ну, что... Я помню момент, когда я думала долго, да. То есть, ты меня... Очень долго, да. Я любитель подумать и оценить. Ну, это не был такой простой вопрос. Ну, естественно, да. Очень трудный вопрос. Друг меняется. Конечно, поменяется. Город, который ты не знаю. Город, который... Друзья нету, и ты уже чувствуешь хорошо, а идти там только потому за детей, только потому за это. Один раз можно. Другой раз уже как... И это понятно. Я то же самое по этому. Ну, да. Я понимаю, что мое решение было важным для себя. Так ведь? Конечно. То есть, если бы я не поехала? Я не знаю, что будет. Но я помню, что ты говорила, что я не поеду, если ты не согласен. Я разговариваю? Да, конечно. Я разговариваю в Сочи. Для меня самое главное, мои дети. Я буду в Сочи, но без детей я мотивации не буду. Играю не только на 100%. Для меня варианты это. Да, если она не хочет, я остаюсь. Ну да, и руководство клубу тоже самое пыталось бы говорить. Да, я разговариваю, я говорил, что я буду все хорошо, как Питер. Хорошо. И мы сказали, смотри, какая ситуация у нас. Такая ситуация... Сейчас все время разговариваю. Ночи не бывает. Такое место. Мы приехали в такой город. Играл. Начинаю еще раз любить футбол. Еще раз начинаю сальвать. Еще раз начинаю, как звезда, можно сказать, команды. Но я не чувствую, как еще. Но можно сказать, как главный человек, как лидер. В своей команде? Да, в Сочи. И сейчас смотри, в какое место. Все начинают с вами новое, новое, новое. Я уже не знаю. Очень близко. На Европа Лиг. Но... Все хорошо. Лучше не бывает на мой корей. А на моей семье. Мы есть девушка. Мои дети вообще рядом. Вообще очень рядом. Мы сказали, как почти живем в месте. Но это не так, конечно. Нет, давай все-таки скажем, да? Что мы живем в одном и том же здании, но на разных этажах. И это нас тоже не смущает. То есть для нас это вообще не проблема. Папа, мама, это одно. Я думаю, лучше. Конечно, другому человеку сказали, как можно там жить. Но когда ты рисовали хорошо, и твой парень хороший и умный, все возможно. Когда мы приехали... Ты явная? А? Я явная? Что? Да, ты явная. А красивая? Да, ты красивая. Ты знаешь, ты красивая. Мы приехали здесь, и мы были супер. А тебе лучи? Конечно, ты старался. Ну или я старалась. Но ты познакомился с человеком, то ты чувствуешь хорошо. Да. И опять-таки я познакомилась, ну грубо говоря, из-за меня ты познакомился со своей девушкой, да? Ну да, потому что я забыл это сказать. Мы договорились. Через год, это Новый год. Новый год с тобой, Кристоф и Лукас. Один год, следующий мой. Да. Один год с тобой, это какой-то с тобой. И вели время, то думали, ну, меся без детей тяжело. Для меня тяжело. Для меня тяжело. Для меня тяжело. Я тоже думал, ну давай, я буду там в Эквадор до 13 декабря до 3 декабря. А потом мне можно договорились, давай увидимся в Пунта-Кана. Что ты остаешь из детей неделю спокойно. Что ты смотришь, видишь, ты разговариваешь, ты бываешь, ты на море, все что хочешь. А я буду, а на гостинице, но в другое место. То есть ты привез детей в Доминикану, жил тоже сам в гостинице? Да, для меня. Для публики. Да-да-да, для тебя, чтобы ты, как мама, скучаешь, как мама, хочешь видеть. Потому что это был первый Новый год без детей. Первый год без детей. Для меня. Тяжело на все. На все тяжело, что надо адаптировать, все. А когда я летал, познакомился с Мадюшкой. Ему сказали спасибо тебе, познакомился с Мадюшкой. Да, скажите. Такой самолет, познакомился, разговаривали. А был такой, все быстро, как можно сказать с тобой. То самое, но все как должны. Надо так разговаривать, потому что так. Мы сидели на какое-то место, мы разговариваем. Мы просто простой человек и думали, мне нравится эта девушка. И начинает так. А что из Сочи пришли на веру? Я сказал тебе, приходи в Сочи, ты приехал, а познакомился на ночи, который поможет у нас детей, можно сказать на школу. И начинает как друзья, и сейчас можно сказать, что я живу на город, и мне было много семян, и ты. А что хорошо. И самое главное, как заказать тебе, не надо. В сочи, это ты до ночи с неба, ты хорошая девушка, у меня, хорошая мама. Ты была никогда в плахе. И ты чувствовал, что ты так хорошо. Дай Бог, ты говоришь, ты так хорошо. Что ты красил, ты так... Что ты чувствовал, что ты так. Ты хорошо сирься. Когда ты такой, что ты хорошо сирься, и ты хорошо. и даже не смотрят, что я хочу намного плохо, другая плохо. Нет, каждый человек, каждый, человек, не хочет, все хорошо. Если ты хочешь его, то я, то все. Да. Это самое главное, я всегда сказал так, что ты, будешь все, что хочешь, то ты будешь, ты будешь тому, что ты хочешь. Когда они сами скажут, я хочу папа, я хочу маму, они сами будут, они не будут сказать, нет, один, другой другой, не хочу. Потому что они всегда есть место, для меня это самое главное, это не плохо. Если оба хотят работать, это не плохо. Если оба хотят работать, то это не плохо. Сами будут выбраться и сами будут чувствовать это хорошо. Если у тебя есть новая семья, ты идешь в Сочи, можно сказать, ты адаптируешься на Сочи, и нас и ты любишь в Сочи. Оба. Триожка, играй, самокат, футбол, гимназия, теннис и все. Все, что, море, все, что они чувствуют, что... Стонахи, даже как рыба, как... Вадитина Юра. Да, да. Проснулся в 8 утра, они сразу надевают. Здесь ткань уже рыбачка. Да. Такой город не дает. Москва не дает, Казань не дает. Даже мой город в Валякин не дает. Поэтому я здесь чувствую хорошо. Дай бог, есть возможность все предлагать. Еще один год и здесь. Я закончил контракт через месяц. Я сделал все, что возможно остается здесь. Я сделал команды хорошо. Сейчас лучше бомбардировать команды. Больше ассистент из команды. И посмотрим, кто будет. Следующий год я хочу остается. Реально. Хочу дальше закончить карьеру здесь, в России. Что смог, сколько я смогу. Осталось играть и быть рядом с моим детей. И после футбола дальше я не думаю. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что здесь карьеру ты можешь закончить здесь, в России, не продолжая в Аквадоре? Как дальше для тебя это было важно? Очень важно. Первое место – мой карьера. А сейчас первое место – мой детей. Мой город. Мой человек. Мой человек. Хорошо. Вот и допустим, у тебя заканчивается карьера вот в этом году. У нас с тобой уже не раз обсуждали этот момент, да, что дальше. Понятно, что я уже остаюсь в Сочи, остаюсь с детьми, да. Мы с тобой вначале говорили, что дети живут с мамой, а где мама не жива. Да, понятно, что когда они там в возрасте и станут, то они выберут уже сами где им жить и что делать. Здесь я буду поддерживать их и тут мы с тобой, ну, друзья, вот они союзники. Ну, вот, а если заканчивается контракт и что? Я тоже не знаю. Но ты не встречаешься? Проражение есть, но не особо как-то, кстати, здесь. Это мой первый вариант. Но… И меня ждут. Посмотрим. Скажем, там, когда будет тряпинг, у меня будет тряпинг, после того, что это не везет. А потом, у тебя будет играть, я уже наверх в тряпинг, я хочу, чтобы я лету играть с ними. А тогда у меня не играет. И я знаю, что сейчас моя мотивация como это меня готова, потому что, я люблю по фото, и я не хочу сказать, если, если не одну я так чувствую, потому что я должен быть на голову 100%. И поэтому покажет такой трудой на 100%. Слушай, ну такой тяжелый момент, потому что если твоя карьера заканчивается, тебе нужно принимать решения, если ты остаешься в жизни, если ты говоришь, что дети для тебя важны. Да. Ты понял, что и дети тоже не разобрали, и что без работы тоже не могу. Я здесь не могу, остается просто так и сижу, и жду, когда ты закончил школу и может не идёт, нет, это тоже я не могу, я буду работать, буду делать всё, что хочу, но пока не думаю, я не хочу, пока я не хочу, думаю, я всегда такой человек, что сейчас играю в фудоль, думаю на фудоль на 100%, закончил карьер, начинаю думать, что я буду на 100%, а я знаю, что хочу обратно домой, это так, хочу, я уже 15 лет хочу, чувствую, как там, может, что через 2-3 месяца или полгода, или год, не скучно, я уже не мое место. Если ты вернешься туда? Да, у тебя боится это, после 15 лет, это один жизнь, да. Но я тебе давно говорила, что ты настолько привык жить в России, настолько привык к этому менталитету, что, наверное, тебе будет уже, необходимо адаптироваться там, вот я, это мое мнение, я тебе его говорю раньше. Ну, поэтому, я не знаю, я не знаю, может так, может так, может так, конечно. Да, это так. Другой вариант тоже, у меня уже предлагал, когда будет такая, как агент, футолист, агент. Моцар, где там, где Майами, или Дубай, или Барселона. Есть три варианта, хорошие варианты. Ну, посмотрим, потому что я не хочу думать на это, реально. Пока так. Ну, да. Ну, самое главное, у тебя есть уже поддержка, да, твоя девушка, да, что ты уже будешь думать, как ты будешь сделать, в зависимости от того, как ты ее можешь. Ну, в плане детей, наших детей, да. Ну, ты знаешь, пока я говорил про нее, вспомнил, что когда мы с тобой взводились, ты говоришь, что я не могу. Никогда не женюсь на девушке, у которой есть дети. Понятно, что вы еще не женаты, да, там, планируете, не планируете, мне интересно никому. Вот. Понясите. Бомба. Так вот, как так получилось? Ты встречаешь девушку, у которой, я помню, Романова ни за что, ни за что не предлагай. Я девушку с тремя детьми, с одним, не с половинкой. Как так получилось? Самое главное, ты не выбрал, кому ты любишь. Это так, я смогу. Бог дает тебя, что ты всегда боится или что не хочешь? То, чего ты больше всего не хочешь, на самом деле? Я не хотел первый, я боится на камеру, начало. Я думал, сам боится на меня, это делал интервью, разоварит человека такого, я вообще боится на это. И Бог дает, да. Болитта. Камера через 2 часа, 3 часа, кардела, кардела, кардела. Или как капитан, уже разговаривали при всем. И вообще поддержать команду, да, если ты видели эту команду? А потом я не хотел девушку с детей, она 3 детей, я очень люблю, очень хорошо, даже не хотел дочка. Я не люблю дочка. Она есть, она дочка, 5 лет. Плачет все время, но люблю. Я не люблю, что она плачет, но она плачет и любит. Ну, она хорошенько, конечно. Делала волосы такое никогда. Все время, мальчик, маленькие волосы, красивая гель, и все, она, я сделаю это, я такой, делаю. Ну, косички. Одеваю, одеваю. Не нравится. Адаптирую. Слоняешь ли ты еще детей? Вот уже общих, да? Вот у вас образовываются... Два. Еще два детей. Да, да. У нас большая компания, большая команда. Три, плюс два, пять, еще два, семь. Ты сейчас кого тут плюсами? Три, одна, два, еще. А, я все понимаю. Ну, понятно. Пока план такой. У-у-у-у-у-у. Ты сделаешь предложение? Пока нет, только рано. Мы договорились, что надо спокойно. Конечно, я пока Русия. Я не знаю, что будет. Когда я уже, или закончить карьеру, или возможно, рано Эквадор уже как жить, можно сказать, как у нас шаги здесь, у нас все, у нас семья будет здесь. Мы начинаем. Пока, если Русия, она не разговаривает по-русски. Тяжелое. Я всегда думал так. Ну, конечно, я и понимаю. Как одинаковая ситуация, когда у нас видит Алисрукас, что теперь время, если в Германии другой язык, для Англии другой человек, нет, тяжелое. Для всех, для меня больше, чем у индийской. Поэтому... Ну, здесь ты выбираешь свой комфорт. Да, для меня легко, всегда легко. Всегда так. Поэтому подумаю пока спокойно. Я остаюсь здесь год, через год. Мы сделаем, как и... Где мы, скажем, надо так или другое, надо так или другое. Нет, я только спрашиваю. Нет, нет, я скажу тебе, нет. Нет, нет, нет. Конечно, я тоже не мечтала еще раз. Очень здорово у меня получилось. И ты его как у меня чудесный третий мальчик, да? Да, супер. Почти весьма. Я думаю, самое время перейти к вопросам из Инстаграм. Я вчера сделала видео-сторис. Читай. Почему я делал лайк в комментариях, где она сказала, что ты не напишешь? Она спросит, почему я делал лайк, а не в комментариях, и она никогда меня не любит. Я не знаю, какой комментарий есть, если я ему на фото. Я все время смотрю. Даже я не вижу. Все без разбора лайк пишешь. Да, я всегда делаю так. Если я не понимаю на это. Так, ладно. А, во. Ну, это мы уже ответили, да? Это для тебя? Это для тебя? Это для тебя. Да? А, это для тебя. А, я это для тебя. Толь пореха. Я спросу, если я хочу еще увидеть. Ну, больше детей, как, во. Тут есть вопрос про друга. Болишь как? Ну, твой. Твой друг? Какой друг? А, как вопрос? Это просто я знаю, что это тяжелый момент. Я не знаю, как мы можем в этот момент... Ну, я спрашиваю друг, который младен. Я знаю, что вы с ним родились вместе. Ну да, мы были тут четыре года. Начинаем как друзья. Можно сказать, как мой брат. Мы были как семья. Нас сказали папа, как тьо, тьо, тьо. Да, как дядя. В тяжелое время. Первый человек, который такой близко. Случил такой. Никогда не было такой. Ситуация сложная. Плачал. Плакал, кричал. Позвали по Хислава. Викино все это смог. Сделал как письмо. И это много. Просто викино. Тяжелое. Очень тяжелое. Не потерять руку с которым ты вырос. Конечно, очень тяжелое. Но можно сказать, что... Бог знает почему. Уже после такое время ты уже понимаешь. Должен опускать руку и... Бог знает почему. Я тебя соболезну. Я когда узнала, ты меня соболезнули сразу. Угу. Я помню, даже тебе не писала. Угу. Да. Мы вообще всегда выход в каких-то ситуациях. Друг друга поддерживали. Так. Продолжим по вопросам. Как справлялись самые тяжелые моменты развода? Что тебе помогало забыться? Вот что тебе помогало... Когда мы деворсиар? Что тебе помогало? Как... Универсиар. Универсиар. Футбол. Да, конечно. Кто еще был? Я был здесь один. Ты была твоя семья. Твоя друзья. Я не была с моей семьей. Не хотела. Психолог? Да. Психолог. Но потом вместе ходили к нему. Один раз? Три. Один. С тобой три. Один. Да блин, три. Чё ты? Один. И sabe плохо, что психологи сказали, что Криста правда. Нет, она сказала момент, что я сейчас объясню о чем, где тут провокация не пройдет, даже не мечтает. Она сказала, блин, он так классно умеет радоваться жизни, учитесь этому у него. Я долго не могла понять. Я прямо сказала, вы на меня давите. Она слава из школы. Твоя подруга. Не подруга. Твоя семья. Она профессионал. Оба меня делали стресс, я больше не хочу обратно здесь. Почему вы на свою сторону? Почему не на мою сторону? Да. Я только сейчас понимаю, что она ни чью сторону не занимала. Она просто мне указала, что… Да блин, на тот момент… Да, давай, как ты меня поддерживаешь всегда? Да, я думаю, с вопросами, наверное, все. Когда я тебе говорила об идее интервью, я тебе сказала, что в интервью можно рассказать то, о чем ты, наверное, не рассказываешь. То, чего не додумываются спросить. Ну, блин, почему они не спрашивают вот это, вот это или другой вопрос, да? Есть какие-то моменты, которые бы ты хотела рассказать, которые никто не знает, но их нужно рассказать. Это, возможно, что-то мотивационное. Это, возможно, что-то, в которой… ситуация произошла, я считаю, что так не должно было случиться. Ну, это я сказал тебе. Я такой человек, который я скажу, что я хочу, что я чувствую, что надо сказать. Другой, я со мной. Потому что зачем? Надо сказать много, который можно, в другой человек, подумать по-другому, или слой, или неприятно. Да. Зачем это не надо? Не, я скажу. Всегда все плохо, я выкину. А все хорошо, что я чувствую, что надо сказать и скажу все. Я сказал все, как мы начинаем, как молодой, как маленький, играть в футбол, как мы начинаем, как мы закончили, как моя карьера, как я начинаю с другой девушкой. А как сейчас моя жизнь, а что в будущем, я не знаю. Ты счастлив? Очень. Я вообще смотрю время назад и не хочу поменять ничего. Потому что все классно было, что это не было. Ну, потому что есть человек, который хочет обратно, думал, а зачем я приехал в Руси, можно сказать. Мой жизнь. Думал, а зачем остался в Руси, может, Германия или в другом месте. Вообще я не хочу поменять ничего. Я очень хорошо чувствую, что я делал каждый шаг, делал правильно, учил, познакомиться, любил, плакал, сломал меня, и еще раз остановился, еще раз любил, еще раз, и могу знать, что я хорошо. Но это все то, что делает себя сильным, это то, что у тебя... Ну да. Поэтому ничего, ничего. Мне жаль. Хочу меня, нет. Все, на меня супы. И все идет. Как? Хорошо? Ну, конечно. Самый вопрос, который спала, счастлив. И ты уверена, что ты счастлив. Да. А ты? Да. Да. Мы с тобой об этом разговариваем. То есть, ну, не секрет, да, что мы с тобой друзья, и когда там вопрос о детях, там, где мы переписываемся, где созваниваемся, ну, это не так, что... Ну, все. Ну, когда есть случай, да, вот есть ситуация, где мы с тобой можем поговорить. Я помню, как-то тебе задавать вопрос было неинтересно. Самая главная тема всего этого интервью, да, главный вид в твоей жизни, твой сильный характер, то, как вообще твоя жизнь круто поменялась и откуда ты начал и куда ты пришел. Да. Да. Это еще... Ну, ты с твоей стороны сейчас в Квадуре и уже достаточно долгое время продолжается в России. Я тебе желаю всего самого хорошего. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты мой друг, ты мой партнер в родительском плане. Угу. Благодарю тебя, что ты пришел, разделил со мной мою радость, стал моим гостем. Это огромная поддержка твоя, которая была и раньше, и есть сейчас. Это очень круто остаться с такими друзьями. Что ты можешь сказать в конце всего этого интервью? Ну, хорошо, приятно, как в школе, можно сказать. Потому что ты выкинул много, ты разговариваешь много, есть много людей, которые не знают про это. Я же знаю, люди знают больше. Но, как можно сказать, ну, место, где я сохранил, что я никому не рассказал, только человек, который не знает. Ну, сейчас открываем, открываем, рассказали. Все хорошо, реально, легко. Ну, все хорошо. Сами х꺼ууауау в западе Алиэсс, который был как в конце всего месяца. Я не знаю, что я искал, но это было. Хорошо. Что тогда меня всегда прошёл, что я был в городе. Так как я сказал? Как ты не знаешь, это не знаешь. Н Я не знаю, что я знал, что я был в городе. Я не что-то с тобой, я был в городе. А где я нашёлаждал в боже. Выкину все это и где-то, как я сделал много времени в моей жизни, не слышал ничего, даже так, так и так, и только делал мой, это мой, это мой, 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 я лучше, я лучше, получил. Ты веришь, что этот проект имеет смысл, да? Ты веришь в этот проект, что... Почему я должен верить? Ты должен верить. В меня, в мои возможности. Вот ты знаешь меня на высоту. Я не верю, я не вижу. Сижу. Ты должен это всегда посмотреть, что почему другой человек озера. Если я не верю, я не верю, я не верю. Ты должен чувствовать это. Да это понятно, мне не нравится интересный. Пожалуйста. Ну, все, понравилось? Мне да. Молодцы! 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 Продолжение следует...